Всем привет! Мои хорошие, начинаю новый влог. Итак, поехали! Многие до сих пор ищут бюджетную замену порошков и берлик, хотя он сейчас со скидкой 26%, 404 рубля выходит. И я по отзывам, ребята писали, решила тоже попробовать один порошочек. Надеюсь понравится. Сейчас покажу еще некоторые свои покупчики из козона или вайлберс. Вайлберс, по-моему, уже забыла. Вот он, собственно говоря, порошок. Это сарма. Я никогда в жизни его не пробовала, честно говоря. Поэтому будем тестить. Обязательно дам вам свой отзыв. Он стоит 250 рублей на вайлберс я нашла. А так надо мониторить. Давайте с вами посмотрим состав. Кстати, хочу сказать, не очень-то он бюджетный выходит. 12 стирок. Это если большую покупать упаковку бюджетно, там прям совсем бюджетно выходит. Но я большую не стала брать. Если я не знаю, что за прошок, потестирую маленький. 8 стирок. В машинке только 250 рублей. Так что фуберлик выходит дешевле с сармы. Теперь мы с вами ищем состав. Производит у нас с вами его Республика Беларусь. Здорово. Где же состав? Вот он состав. Кислородный отбеливатель. Здесь тоже есть. Говорили, что они хуже порошка фуберлик. То есть если большими упаковками реально брать, там по 2,5 килограмма, выходит дешево. И слушайте, также оптический отбеливатель есть. Сейчас ради интереса покажу состав порошка фуберлик. Пока вторая покупка с фуберлик за 250 рублей, девчонки, взяла 15 контейнеров. 15. Представляете, сейчас достану только их много. Получается 5 такого размера, 5 такого и 5 такого. Но просто сейчас на природу ходить я не вижу смысла брать дороже. И, кстати, пластик очень плотный. Прям хрен достанешь. Смотрите, дно какое. Пластик очень плотный. Прям очень. Это внутри она, кстати, такая рифленая. Да, она внутри такая рифленая. Прям плотный-плотный. Не дешманские контейнеры, вот на первый взгляд. Слушайте, ну вообще 15 штук за 250 рублей на шашлык ходить, на природу куда-то там что-то с собой положить. Вообще космос. Еще кувшин купили, девчонки, на озоне уже, по-моему, потому что фаберликовский кувшин нечаянно разбил муж. Мы им уже пользуемся. И там тоже за 200 рублей я его взяла. И он невероятно крут. Сейчас покажу тоже. Смотрите, вот прям рядом их положила ингредиенты. Ага. Плохо видно, да? Пачка такая неудобная. Ну понятно. Тут где у нас состав кончается? Оптические отбеливатели, одушку? Фосфатов 5,15. А тут я фосфатов не вижу. В общем, кто разбирается, напишите, как вам состав сарма. Он покороче будет по сравнению с составом фаберлик. Слушайте, вот такой кувшинчик. Кому надо на что-то ссылки, пишите. Я тогда буду кидать вам. Он литра 8, во-первых. Сто раз не наливать. Он стекло. 200 рублей, девчонки. Здесь есть крышка. И вот такая крышка надевается плотно. Она не гуляет, ничего. Она надевается плотно и все. И такой удобный носик, чтобы наливать в стакан. Не расплескается ничего. То есть и Ксюше у меня удобно им пользоваться. И все. Но он достаточно тяжелый. Сам по себе не такой легкий, как фаберлик. Но тем не менее, все стекло, крышечка. Наливать удобно. Вообще, я безумно рада, что за 200 рублей такой классный кувшин купила. У нас сегодня очень раннее утро. Но очень теплое, очень солнечное. Крюстюшка встала в 6. Да, у нас такое бывает. Поэтому сейчас мы пойдем с вами кое-что тестировать. Будем порошок тестировать сарма на светлых вещах. Расскажу вам, как тестировать. И еще Алексей, спасибо тебе за это, порекомендовал Уптан. Помните, мы с вами пользовались Уптаном из Фикс. Мне очень понравилось. Я прям в восторге. Он порекомендовал Уптан. Что это за марка? Лабораториум называется. Она тоже есть на Marketplace. В общем, у нас с вами обзор такой про Wildberries. Он, где я его заказала тоже на Wildberries. Сегодня все покупки с Wildberries. В общем, вот такую банку я заказала за 306 рублей. Здесь 400 миллилитров. Тоже такой порошочек сыпучий. Я вам сейчас покажу поближе. Мне вообще понравилась идея. Алексей мне давно советовал. Я как-то, ну, Уптану, что-то новое, да. Тут решила попробовать после того, как с Фикса очень понравился. Уж если за 55 рублей и с Фикс Прайс понравился, то тут тоже. 306 рублей, девчонки, за 400 миллилитров. Вообще банка огромная. Отзывы там тоже хорошие. Сейчас покажу поближе. Пойдем с вами умываться. Вот так он выглядит. Там их два. Для жирной кожи и для сухой. Я взяла для жирной, конечно. Сейчас у меня летом она всегда жирная. Скраб для умывания для нормальной жирной кожи называется. Вот Марк Лабораторию. Можете так по названию прямо искать на Marketplace. Смотреть, где на данный момент дешевле. Так, Крис. Крис тоже хочет, Топтан, аюрдическое средство. Но все как бы, да, понятно, что у нас это с вами перемолотые травки и так далее. Здесь голубая и черная глина. Классно. Лаванда, календула, иван-чай. Ну, класс. Так, гречка, там всякие крупы. Составы прикольные. Небольшое количество воды опять мы с вами добавляем, чтобы получилась жидкая паста. Немного растереть, нанести на влажное лицо. Можно разводить Топтан молоком или сливками. О, как. Надо попробовать тоже. Алексей, ты как делаешь? Просто так с молоком не пробовал ни разу. Вот состав. Смотрите, какой интересный. Цедра апельсина. Вообще здорово. Вот такая вот бадья. Девчонки, вообще за копейки. Сейчас откроем, понюхаем. О, как он пахнет. Не как натурально, девчонки. Так же практически, как и из фикса. У них такой запах. Все летит. Натуральный запах. Чувствую, кстати, гречку. Чуть-чуть. В общем, интересная штука. Будем пробовать. Сейчас это модное такое венье. Использовать все натуральное, да. Но мне просто эффект очень понравился. Поэтому я и решила взять вот такую штукенцию. Сейчас пойдем тестить. Так, ну что, поехали тестить умывалку. А, вы у меня еще спрашивали, что у меня такая за щетка интересная, зубная. Когда я показывала вам обзор своей уходовой косметики, сейчас расскажу. Вот она. Это хапика. Японские щетки. Они такие довольно известные. Тоже, кстати, покупала на Вайлберрис. И у меня уже была щетка хапика. Мы с вами ее тоже обозревали. Вы интересовались. Я вам оставляла отзыв. У меня она была белая с классической насадкой. А здесь у меня интересная такая широкая насадочка. Решила взять потестировать. Потому что цена очень привлекательная. Уже, в принципе, длительное время. Можете еще успеть по такой цене заказать. Щетки классные. Они японские. Они из прочного пластика. Вообще, мне очень нравятся. Им безумно удобно чистить зубы. Для тех, кто любит какие-то определенные насадки, определенную жесткость, насадки продаются отдельно. Их очень много. То есть, можно легко снять и надеть ту насадку, которая вам нравится. К самому корпусу насадки любые подходят. То есть, они универсальные. Прошлая щетка у меня была такая стандартная. Тоже частички были разной длины. И здесь это заметно хорошо. И было очень удобно чистить. И что еще мне нравилось? То есть, с утра, когда чистишь зубы, или вечером, она не шумная. Она не шумная. Она гудит совсем так чуть-чуть. Работает от одной пальчиковой батарейки. Батарейки хватает вообще на целую вечность. Я, по-моему, в прошлой щетке так ни разу и не меняла ее. То есть, она работала, работала и работала. Поэтому нравится, нравится. Сейчас давайте вместе с вами зубы почистим. Раз вы попросили на нее подробный обзор. Ссылку, конечно, я вам оставлю в описании к видео. Прямо вверху ссылку для покупки на Marketplace. Я брала на Wildberries. Так. Вот она такая стильненькая. В то же время лаконичная. Легко меняется насадка. Смотрите, какая она широкая. Классная. Очень удобно. Мне безумно понравилось. Щетинки разной длины. Это видно. Смотрите, да? Вот такая интересная. Здесь внизу у нас с вами кнопочка. Мы ее включаем. Она практически не шумит. Мы никого не разбудим. И она делает такие колебательные движения, да? Выметая на лед вот именно так, как надо. Престюш, я тебе сейчас отдам. Я тебе сейчас отдам. Она очень любит эту щетку. Колебательные движения именно от висны к краю зуба. То есть, как положено, как правильно чистить зубы, да? Видите, она шумит не сильно. И вот эти колебательные движения, они прям отдам, отдам, отдам. Сейчас они ощущаются очень хорошо. Вот такая классная. В руке держать удобно. Стильненькая. Все, на тебе. На, на скорей. Она, кстати, водонепроницаемая. То есть, можно пользоваться в душе. Ничего с ней не будет. Сюда в батарейку не попадет вода. Это большой плюс. У меня были дорогие щетки. И там ржавелые внутри. Здесь таких проблем не было. Но с собой удобно брать. Смотрите. Включаем. Ей можно, кстати, чистить без пасты. Она прекрасно чищает без пасты. Но я люблю все равно с пастой. Включаем. И начинаем чистить. Девчонки, какая вот эта насадка приятная. Это какой-то кайф для мальчишки. И вот эти правильные движения, я вам покажу сейчас немножечко поближе. То есть, выметающие, да, колебательные. От десны вниз. Обалденно. Не надо ничего тереть. Стирать эмаль. Я кайфую прям. И за счет того, что она такая широкая, еще массаж десен. Она не царапает. Она не травмирует десны. Если они у вас чувствительные, она довольно мягкая. То есть, ничего, никаких неприятных ощущений нет. Просто кайф. Эмаль потом чистая-чистая. Она приходит в оригинальной японской упаковке. Так что по-японски. И есть наклеечка на русском языке. Пояснительная. Она такая стильненькая. В общем, вы поняли смысл. Я дочищу без вас. Все, зубки аж блестят. Теперь вот там. Так, я не знаю, в руке, наверное, давайте будем смешивать. Мне понравилось фиксовский. В виде масочки применять. Он прям всегда работает. Так пора вычищает дыр. Вот так вот насыпала на ручку и разбавляю водичкой. Так, немножко. Да, Престюша нам тут песенку поет. Не очень удобно это делать. Все сыпется. Но до такой кашицеобразной консистенции развела. И погнали. Даже маловато, слушать, хочется еще добавить. Аромат земли. С какими-то травками. Ну, легенький такой. Прикольная вещь. Вот сейчас на лето, мне кажется, вообще обалденно. Потому что там глина. У многих... Да, малыш, у многих кожа жирная. Помассируем. Алексей сказал, что там классно. Ему там вот это очень понравилось. Поэтому я не могла не попробовать. Особенно стыкуться. Ну, так он, видите, катается. Нужно немножко ставить на лице. Ну, я думала, с вами хватит и такого умывания. Давайте смывать. Так, ну что, пока по тактильному эффекту даже в процессе смывания почувствовала, что личико очень мягенькое. Прямо какой-то мягенький, неженький такой. Звуковое сопровождение, Крис, да, ты нам сегодня решила устроить. Держи, держи бусики. Ой, какие красивые бусики. Ну что, даже в процессе умывания по тактильным ощущениям кожа какая-то мягенькая. Видите, блеск пропал мой после ночи, да? Мягенькая, чистенькая. Прям вот до скрипа, слушайте, классно. Мне понравился такой способ умывания. Поры чистые, чуть-чуть суженые, лицо мотированное. Вообще классненько, слушай, Леша, спасибо. Спасибо, классно, мне понравилось. Дальше сейчас быстренько с вами уход сделаем. Это тоник. Сейчас карбокситерапию делаю через день. А то со сроком годности пришла, вчера делала. Теперь буду завтра. Так, это тоник, немножко сыворотки. Стараюсь не утяжелять, потому что жарко и хочется как-то минимального ухода. Но в то же время ухода. Капельку крема гиалуронка. Потом сверху пойдет SPF. И как я показывала вам в видео, где мы с вами делаем макияж, да? Недавно. После SPF я потом салфеточками матирующими прохожусь по всему лицу. И все отлично. Поэтому в жару тоже как бы ухаживать надо. Хочется более легких продуктов. Вы у меня спрашивали, кстати, ролик о подборке ухода на лето. Я в Дзене пост подробно писала, что касательно Фаберлик, да, в Дзене есть пост. Представьте в самом начале там где-то про те кремы, которые я рекомендую использовать на лето. Так что не поленитесь, девчонки, поочитайте. Все, вот весь уход. Сейчас впитается основной уход. Сверху ляжет SPF. Впитается SPF. Сверху лягут салфетки матирующие, потом макияж. И все варегут. Уптан зачетный. Уптан понравился. Будем сарму тестировать на светлых тканях. Вот такое крестюшки платье. Красивое, замечательное, потрясающее. Пятна показываю вам сразу, да? Сейчас посмотрим, сколько там по инструкции сыпать. И будем стирать. Посмотрим, как отстирывает. Объяснительная бригада по ходу дела нужна. Смотрите, тут инструкция для машинной стирки. 180 плюс 40 миллилитров. Что это значит? А водой перед этим надо разводить? Машинная стирка. Интересно. Девчонки, мальчишки, напишите, пожалуйста. Я сейчас буду сыпать в барабан, как обычно, порошок фоберлик. Потому что если порошок фоберлик разводить кипятком, он тоже отстирывает, кстати, гораздо лучше. Я этот лайфхак знаю. 180. Но сколько это? Я сейчас, знаете, насыплю 2 мерные ложки. Он у нас с вами же не концентрированный, не как фоберлик. 2,5 мерные ложки насыплю. У меня там достаточно много белья собралось. Вот так. Фоберликовских мерных ложки я имею в виду. Они у нас с вами по 40, по-моему, грамм. Даже 3 ложки, наверное, надо. Если это на 8 стирок. 3 ложки. Да, 3 ложки. Пересыпала в свою емкость для порошка. И он, кстати, похож на порошок фоберлик. Ну, не такие немножко гранулки, но, тем не менее, тоже какие-то гранулки. Такое вот интересное. В общем, 3 ложечки. Вот их здесь сколько? 50 миллилитров. Ну, да, 3 достаточно. Вообще там написано 180. Ну, 40 малэ. Вообще непонятно написано. Достала, девчонки, из машинки белье. Все отстиралось. Все отстиралось прекрасно. Расход у него большой. Но, в принципе, наверное, он того стоит. Еще по составам. Вот, кто разбирается, напишите, пожалуйста. Все отстиралось. Все отстиралось прекрасно. Футболка со старыми пятнами. Ну, тут какие-то пятна уже старые-старые. Вот тут вверху от еды я ни один порошок не отстирал. А платьица все чистенькое, беленькое, свежее. По ощущениям он очень похож по качеству стирки на фоберлик. И по ощущениям он тоже хорошо выполаскивается. Да? Поэтому я, в принципе, довольна. Буду пока стирать. Если брать большой объем, будет очень выгодно. Здорово. Кто пробовал, тоже обязательно пишите. На этом влог буду заканчивать. Кому было интересно, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ссылка на щетку хабика под видео. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok